Добрый день, в эфире Медиаметрикс, программа практика прогноза решения. И сегодня у нас гостя Галина Митричева, она ПМ в Яндексе, разрабатывает браузер, занимается разработкой, поддержкой. И Вадим Овечкин, представитель ПМИ по России или по Москве. Соответственно, идея передачи проведения этой зародилась после двух конференций. ЯПМ, который организовал Яндекс, непосредственно Галина принимала активное участие в этом, и вчерашний открытый форум ПМИ. На самом деле, оба мероприятия были, с одной стороны, похожи, но, с другой стороны, совершенно разношерстная публика была, то есть и разная. Тема и там, и там частенько проскальзывала про современные методы управления, частенько звучал, отжаял скрам. И вот предлагаю поговорить на эту тему, как привязывать эти все аспекты современного управления к реальной практике. И попробуем увязать это не только к IT, к разработкам, а и к другим сферам. Потому что вот у нас Вадим, он занимается в большей степени строительством и говорит, что там тоже можно делать аджайл. Можно. Поговорим, начинай. Ну, мое мнение такое, что говорить, что аджайл это как современный метод управления проектами, я бы так не утверждал. Мое мнение, что все методы управления проектами, они уже изначально существовали веками на протяжении всей жизни человечества. Только никто не называл эти проектами. Только никто не называл это там проектами, водопадным методом или там гибким методом аджайлом или скрамом. Люди жили, может быть, первоначально они это называли какими-то рычащими звуками или ворчащими. Ну, жили и существовали. Я думаю, успешно... Сказать, мамонта забивали по эйджайл. Вполне возможно, потому что мамонт, я думаю, бегал кругами. Не, мамонт это было все равно, это понятно. Ну, и люди, я думаю, тоже придумывали разные пути. Вполне возможно, они делали это по какой-нибудь там четкой технологии. А может быть, иногда что-то шло не так и приходилось на бегу придумывать новое решение. Дабы всем таки его победить завалить. Да, и при этом остаться в полном составе команды. Потому что кроме мамонтов тогда же было много еще другой живности. Типа саблезубых тигров. Это внешние факторы. Да, внешние факторы. Которые могли повлиять на результат проекта. А так и получается, что вообще в любой нашей практике оно постоянно, внешние факторы оказывают влияние. Поэтому у нас и получается, что каждый проект, он по сути уникален именно из-за этих. Иногда маленьких, иногда больших. А вот, например, ну в принципе не то, что например. То, что у Яндекса проекты действительно уникальны, но они, в общем-то, объединяют примерно по уровню специализации примерно одних и тех же людей. То есть это разработчики, это кто там, тестировщики, какой-то дизайнеры, набор специалистов. Уникальность понятна. И у вас, наверное, все достаточно отточено по процессам. Но при этом вы тоже в чистом видении используете ни Agile, ни Scrum. Вы комбинируете, правильно? Да, это действительно так. Я даже не знаю ни одного проекта, который мог бы использовать любую из методологий в совершенно чистом каноническом виде, вот как по книге написано, вот так они и делают. Может быть где-то там какой-нибудь госсектор, у которого в требованиях прописано, вот мы используем Scrum, да, и я сейчас фантазирую. Мне кажется, что как бы ни одна из методологий без изменений неприменима в реальной практике. В реальной практике на любом проекте есть там и соблезубые тигры где-то рядом бегают, и требования конкретно продукта, и все меняется. То есть говорить о какой-то зафиксированности всех процессов довольно трудно, и мне кажется бессмысленно, потому что как требования на проектах меняются очень быстро, очень часто, так и правила выполнения этих требований должны меняться соответственно. А вот именно фиксация требований к проектам, это много уделяется времени в Яндексе, вот именно в повседневке, или это какая-то достаточно облачная, скажем так, документация, которая так существует ради поддержания и ради расписания ролей? Ну, смотря что называть требованиями. Если как бы говорить о метриках продукта, да, зачем мы это делаем, и что мы называем, что да, продукт готов, то это, конечно, сразу фиксируется, и мы бежим к этой цели, там, завалить этого мамонта, потому что, ну, иначе, а зачем? А сопутствующая документация, там, какие-то технические задания, какие-то спецификации, в зависимости от команды, когда у команды хватает на это времени, ну, конечно, больше документации, это лучше, чем меньше документации. И люди понимают, что это облегчает жизнь, это, там, облегчает вхождение в команду новых людей, да и сам через полгода забыл, что делал, посмотрел, это все понятно. А в остальном, ну, как бы, кто как, опять же, все по-разному. Ну, тоже, да, полгода, то есть полгода, поезжая, это вроде какой-то прям небесный срок, там, по идее, там, все должно, там, решаться, там, двухнедельными спринтами, и желательно, прям, сразу в продакшен, и желательно, чтобы еще и прибыль была. А у вас проект, получается, вот Яндекс.Браузер, ну, существует, я не знаю, сколько, ну, давно он существует. Да, он существует уже больше года, день рождения был в начале октября, у нас 7-го, если мне не изменяет память, и у него достаточно длинный цикл продакшена, потому что, ну, браузер, это, как и любой десктопный софт, это не веб-страница, а такая настоящая программа, и он достаточно тяжелый, мы за две недели просто не можем внести достаточное количество изменений, все оттестировать и выкатить в продакшен, как, ну, по стандартным правилам, да, спринт закончился, готов продукт, какая-то его итерация. Мы физически на это не способны, у нас 6-недельный релизный цикл, поэтому, как бы, две недели итерации скрам-команды, они, ну, у завершения этого, этой скрам-итерации у нее немножко другие требования, у нее нет требования, там, готовый браузер, следующая версия. Вот смотри, вот, Вадим, то есть, там, 2-недельный, 6-недельный цикл, да, и нет требования, готовый браузер. А в области строительства, вот, если ты через 6 недель не построишь, у тебя же будет сдвиг по этому самому, по графику, ты уйдешь в опоздание. Да, говоря, если про аджелство в строительстве, да, строительство, оно, на самом деле, разное, разноплановое, то есть, когда говорят строительство, очень многие подразумевают, например, строительство жилого дома, когда начинается с земли и постепенно, постепенно доводится до крыши. Там, да, там можно сказать, что это такая некая водопадная модель, которая, как каждый этап, он существует последовательно за следующим. Но строительство не заканчивается на жилищном строительстве. Существует еще такое строительство, как инфраструктурное. Это, например, строительство дорог, строительство инженерных сетей, энергетических сетей, водопровод, теплосеть, ну, чтобы было понятно. И вот здесь уже, вот здесь уже, как раз и джайл и применим. Ну, поясни. Вот, и сейчас поясню в чем. Что строить дорогу или инженерные сети, не обязательно делать их последовательно. То есть, можно построить дорогу сразу наперед, а люди поедут туда через год, когда достроят конкурсы. Вот, например, взятие строительства, например, какой-нибудь трассы, да, 80 километров. То есть, можно представить, что да, будем 80 километров строить, нам, например, 3 года, и через 3 года мы пустим людей на эту дорогу, скажем, welcome, люди, приезжайте. На самом деле, такого не бывает. Все строится по определенным этапам. Дороги разбиваются по пикетам. И вот каждый пикет, его можно, в принципе, именно делать и запускать в течение какого-то определенного времени, там, срока, и пускать в эксплуатацию. То есть, вот, если посмотреть на дороги, да, то есть, оно так и происходит. Там делается дорога, потом раз, там запускается какая-то развязка на ней, потом следующая там развязка. Все вместе, это как бы один проект, но делается это все постепенно-постепенно маленькими кусочками. У кусочка цель какая? У кусочка, например, смотрите, если взять подрядчика, да, его задача получить деньги. Ну, сделать работу, получить деньги. Он может, например, делать, например, километр теплосети, делать километр, и когда сделает этот километр, прийти и сказать, дайте мне вот денег. А он может делать этот кусок интервалами. Сделал одну камеру, другую камеру, проложил интервал, трубы между, переключил, запустили, все, вода пошла. И он уже за эти, например, 100 метров получил у заказчика денег. Все, подписали, там, акты оформили, документацию оформили, все. И так вот такими вот кусочками, кусочками, кусочками. Там похожая интерация, Галин? Есть что-то вот общее? Я вот пока вот не вижу. Ну, на самом деле, общее есть, и у меня здесь появляется закономерный вопрос, а сколько, ну, есть ли возможность прикинуть, сколько потерь уходит на стыковку кусочков? У меня просто такая история недавно читала где-то, да, когда есть туннель, который начинает копать с двух концов. Вот если они не сойдутся на метр, то, ну, считай, оба эти отрезка не готовы. И если такую вот итеративную разработку делать из этих 80 километров, там, делать параллельно каждые из этих 80 километров, сколько вот потерь, там, временных, денежных, не знаю, на стыковку именно уходит? Ну, так вот, честно, не отвечу, да, про потери на стыковку. Не, погоди, у нас есть цифра. У нас по России 30% проектов успешные в принципе. То есть можно предположить, что там потери, ну, один к трем уже, как бы так, существуют. Ну, на самом деле, вот то, что я говорю, здесь, как бы, потерь таких, ну, они возможны, но их можно предотвратить. Именно если ты знаешь о том, что у тебя вот такими кусочками все происходит, есть ответственный за каждый кусочек, и ты уже заранее, заранее сводишь людей вместе, и они вместе прорабатывают вот эти точки стыковки. То есть где люди сходятся, как они это осуществляют, стыковку, кто оформляет это, кто там первый, кто второй, да, и как это оформляется документально. То есть, например, задача генподрядчика как раз в этом и состоит, чтобы все подрядные организации, которые под ним работают параллельно между собой, или один там потом подхватывает другого, его именно задача быть вот над этой ситуацией, и не допускать, чтобы один налепил одно, а другой налепил другое. Ну, конечно, да, у неграмотных генподрядчиков случаются подобные вещи, не будем это, как бы, скрывать, что это совсем не бывает, да? Бывает, но, тем не менее, есть и хорошие примеры нормальной работы. Мое мнение вообще в этом году, в 16-м году в Москве осуществился как раз вот такой вот agile проект, его именно можно так назвать agile проектом, ну, это мое мнение. Это Московское центральное кольцо. Известная история? Да, известная. То есть, это кольцо, вот эта вся вот эта окружность строилась огромным количеством разных организаций. Каждый отвечал за свой кусочек. То есть, первоначально планировалось, когда там, запустить это к Новому году в декабре. Но, тем не менее, запустили это раньше, да? Даже перед самим запуском Москово-Центральной кольцевой дороги говорили, что часть, больше, там, наверное, половины станций будет еще закрыта и будут открываться постепенно. Но, тем не менее, они открылись раньше. Многие там, например, жаловались, что как же так вот станция открыта, а к ней еще вот тут плохие благоустройства, еще трава не посеяна, там еще. Но это вот такие вот мелочи, которые именно можно отделять от основного проекта. То есть, основной проект, как продукт, все, он запустился, поезда едут, пассажиры туда могут идти, могут кататься, могут выходить. И сейчас вот месяц прошел, сейчас центральное кольцо стало платным, да? То есть, вот она пошла уже, ну, прямая монетизация. Да, еще много предстоит работы, да? Еще будут делать там вот переходы к разным станциям, да? Сейчас они в таком, в разном состоянии. Но никто же от этого не отказывается. Они говорят, да, мы будем делать переходы, да, мы будем делать транспортно-передосадочные узлы, да, мы будем там открывать магазины, будет там все это. Ну, смотри, ты сейчас по факту как бы говоришь, что это так, ну, процесс получился, да? И есть как бы там итерации, которые, в общем-то, произошли. Это произошло намеренно? То есть, там действительно был проектный офис? Ты вот, или как, ты в курсе от этих? Ну, про проектный офис, да? Так же, как и сами методологии, вот эти роли проектного офиса, проектного комитета, они существуют в организациях сами по себе. Ну, не знаю. Галин, по-моему, нет. Вот на вашем примере. Трудно сказать. Вот, тут мое мнение, что вот как вот это все происходит, да, как узнать, что там у тебя проектное управление, непроектное, аджайл или не аджайл. То есть, человек, который за это отвечает, или который в этом, он, во-первых, должен это вот осознать. Вот посмотреть на свою организацию, просто почувствовать, да, у меня вот есть вот это. Просто некоторые настолько увлекаются операционной деятельностью, руководители, что им некогда вообще посмотреть, а что вообще такое вот, ну, с точки зрения, там, теории, да, те, какой-то у меня в фирме происходит. Они вот, знаешь, как вот в семье есть бытовая деятельность. Вот люди вот копошатся, 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 да, там что-то, тут деньги пришли, тут деньги пришли. А вот посмотреть вот сверху, да, со стороны, вот, что у меня за компания, да, в какой она системе координат существует. Нет, стой, вот мы сейчас уходим все равно от проекта на офисе. Ну, не совсем, на самом деле, тут я с вами не соглашусь и поддержу Вадима. Есть, как бы, человек, у которого в трудовой где-то написано, что он руководитель проекта, или такого человека нет. У любого проекта, у любой задачи, которая делается там более чем одним человеком, сам по себе или назначенный сверху, но есть человек, который смотрит за всем этим проектом и за всеми смежниками, которые с ним работают. Потому что если у проекта нету человека, который понимает, что вообще происходит, и копает только там, только свой кусочек какой-то, то такой проект более-менее развалится. То есть должен быть человек, там, генподрядчик, это интегратор, это, ну, как бы, каким угодно словом бы это назовите, но должен быть человек, который смотрит, чтобы все сошлось, который знает, куда вся команда копает, и как это все должно происходить. — И что в итоге получится, да. То есть именно он… Ну вот я как тебя понял, я вот, как бы, что кто-то вот закопался в бытовухе, и цель это не видит. — Если все закопались, то в итоге случится, как бы, ну, кораблик разобьется стену быта. Если все-таки удастся, как бы, немножко приподняться на уровень выше, и все-таки на это посмотреть. Чаще всего люди, они просто об этом это не осознают, и кажется, что в нашей культуре все-таки тем более или менее в семейных классических союзах занимаются женщины, осознают они это или нет. Они знают, что надо купить в холодильник, они знают, когда там следующая генеральная уборка, когда помыть окна. Вот оно как-то где-то, где-то в голове крутится. Ну, часто, скорее всего, это и мужчины тоже осознают. Но она не может сказать, что она вот руководит этим проектом, просто вот оно так, и все. — То есть проект «Семья». — Да, проект «Семья» вполне себе. — Ну, вот так же вот, например, про проектное управление, про Agile. — Есть, ну, как бы можно посмотреть на один вид деятельности, и его тоже можно назвать в некотором роде проектный. Например, возьмем Соединенные Штаты 30-х годов, или Россию 90-х годов, когда был такой период нестабильности, и в обществе формировались такие группы людей, которые сейчас можно назвать криминальными элементами, которые собирались, как это называется, в бригады, да, в России, или в мафию в Соединенных Штатах. — Вчера был хороший пример, ну, более такой, это самое, был генштаб Сталина во время войны, то есть когда собрали, то есть, в общем-то, когда всех специалистов дёрнули, собрали, то есть как раз на форуме. — Вот, вот, а это вот, да, криминальный элемент. Да, собиралась группа людей, объединённые каким-то некоторым интересом, и этот интерес был заработать денег. И как вот они заработают денег, где, да? Вот люди собирались, и вот так вот, таким вот гибкими методами осознания, да, как я вот это себе представляю, да, делали-делали проект. Мы видим, что из 90-х годов, в принципе, довольно много успешных проектов пришло и в нынешнюю реальность. И те люди, которые занимались этим в 90-х годах, да, они сейчас стали нормальными бизнесменами, и эти проекты живы, и хорошо существуют на рынке. — Вот мне прям интересно, про какой-то проект, вот, можешь сказать, который из 90-х пришёл, и до сих пор успешен. — Успешен, успешен. Вот, и даже вот посмотри, вот, скажу вот про 30-е годы, да, вот был босс, был босс, но у него был консильерий. Вот этот человек, этот человек, в моём понимании, нет, он не руководитель проекта, он как раз руководитель проектного офиса. Он отвечает за методологию, за то, чтобы всё было, всё, что делают отряды, да, на рынке, чтобы всё соответствовало методологии, чтобы всё соответствовало понятиям, принятым в этом сообществе. — Ну, хорошо, предположим. Всё-таки давайте к высокотехнологичному, к Яндексу от 30-х годов попробуем перейти. Вот всё-таки, вот у вас есть выделенный проектный офис или нет? Вот именно, который занимается методологией, или всё-таки вы вот сами все ПМ, и вот, и каждый, ну, методологию, ну, утверждает на своём уровне? — Нет, какого-то явного такого общего Яндексового проектного офиса у нас нет, у нас есть... Обычно даже в командах нет такого человека, который вот исключительно методологиями занимается. В какой-то момент каждый из команд, возможно, кто-то из команды, например, прошёл какой-то тренинг, очень загорелся, стал энтузиастным, пришёл ко всем, сказал, слушайте, все давайте теперь вот так. И как бы все согласились, все теперь пилят, и вот этот человек, как энтузиаст, как, возможно, евангелист, он там более-менее присматривает и помогает. Но в целом людей, которые занимались бы только оторванные от практики методологии, у нас таких людей нет. И как у нас, например, наш скрам появился в нашем браузере, у нас тоже была коллега, с нами больше не работает, но она в какой-то момент пришла и сказала, что вот давайте скрам. Ей выделили команду для опыта, для опыта на кроликах. Вроде бы как у всех там всё получилось. Тут важный фактор. Программисты, они как бы люди немножко в себе, и в какой-то момент, ну, то есть им нельзя сверху спустить решение, вот теперь мы будем так. Тут нужно, чтобы они сами осознали и сами на это согласились, на это пошли. Поэтому, как бы, опытные котики, наши подопытные кролики, сама команда программистов, она тоже, даже, наверное, не тоже, а в первую очередь высказывалась, что этот скрам нужен нам, не нужен, помогает, не помогает, там мешает, не мешает, профит есть или нету. И только после того, как там какая-то часть программистов команды согласилась, что да, скрам это в целом хорошо, мы начали это распространять на всю команду и дальше что-то делать. Конечно, разработчики, они в этой методологии, в формулировке правил сейчас не участвуют, потому что не хотят на самом деле, как бы, кто хочет, он приходит, задает вопросы, участвует, пока нет таких желающих. Ну, как бы методология, она скорее идет от жизни. Конечно, теорию какую-то читаешь, там какие-то книжки, тренинги. Часто изменяете именно методологию или как-то вот структуру общения внутри команды? Насколько вот эти процессы именно по изменению? То есть, или внешние, скажем, факторы, насколько часто меняют общение с, ну, скажем так, с разработчиками в данном случае? Если говорить про подход такой масштабный вообще в целом, то нет, не очень часто, я бы даже не сказала, что чаще раза в год. Если говорить про какие-то более-менее мелкие правила, ну, там, разделение, там, квот, стори-поинтов или еще какие-то вещи, то это может буквально, там, каждую неделю меняться, потому что, ну, потому что ситуация такая, что сейчас нам надо, чтобы все там побежали в одну сторону, и для этого вот это правило надо немножко поменять. То есть, какие-то мелочи меняются часто. Большая структура, ветка. Вот я помню на конференции, там, по-моему, даже не в рамках не основного доклада, а уже в кулуарах, когда было общение, вы говорили, что у вас при оценке времени разработчики частенько, скажем так, время сокращают себе на разработку, то есть, используют там более короткие спринты, то есть, говорят, что я сделаю это вот за более короткий срок. Вот, что у них от них идет такая инициатива, и вот как бы вот такое, это, ну, правильно было? Что-то такое было, да? Ну, я не помню, чтобы это говорила я, могу и я забыть. Может, я тоже, потому что ошибаюсь. Но бывает такое, как мне кажется, что действительно иногда называют срок сокращенный, потому что говорят о самом простом способе что-то реализовать, но не всегда самый простой способ является самым лучшим. и, конечно, последующие ревью, там какие-то архревью или просто ревью полреквестов, приходят как бы старшие мудрые товарищи и говорят, что да, в принципе, это вот сейчас конкретно так это работать будет, но лучше так не делать, поэтому давайте пойдем и сделаем хорошо, и это получается дольше. То есть, корректировка времени еще производится более уровнем веков, больше, да? Да, да. То есть, они когда уже себе сроки назначили, то есть, приходит человек, который говорит, не, ребят, давайте еще времени на проект добавим. Мне, в принципе, вот в этом вопросе ну, как бы я могу представить разработчиков, которые действительно там заинтересованы, которым интересно копать продукт, которым интересно писать там что-то улучшать, то есть, ну, там понятно, что лучший враг хорошего, то есть, как бы там история бесконечная и там человек действительно может в процесс тянуться. А вот человек на стройке, который копает яму, мне кажется, вот нифига у него не будет интереса, чтобы выкопать ее быстро. Зря, зря ты так думаешь. Потому что, ну, в принципе, сейчас немножко условия изменились, да? Ну, не берем финансовую составляющую, то есть, предположим, что все на фиксе сидят, не берем KPI. Ну, на фиксе... Я бы, ну, сейчас бы, не знаю, не рассматривал там фикс, не фикс, просто расскажу, да, такой вот случай. Я на заре своей деятельности в строительной отрасли, это было начало 90-х годов, в 92-й год. Я тогда из учебного заведения пришел как раз на стройку в домостроительный комбинат. Как раз строить домики, да, панельные. И тогда я как раз увидел вот то, о чем сейчас говорят вот о айтишнике, да? Я это увидел напрямую в строительстве. То есть, есть комплексная бригада. То есть, собирается комплексная бригада строить жилой дом. Они выбирают из своей среды бригадира. И этот бригадир ими руководит. То есть, все люди друг друга знают, знают, каждый, чем занимается. Причем, уже, в принципе, панельное строительство, там, ну, технология отработана. То есть, знают, где какая панель, где как ее закрепить, кто в этом участвует. некий конструктив. Нет, некий конструктив. Вот. Они все это, как бы, знают, и вот бригадир за них отвечает. И, вот как вот говорят, там, например, в скраме, да, вот, митинги. Там, каждый день до начала рабочего дня, 8 часов, в 7.45, бригада собиралась около штаба строительства. Собирается вся комплексная бригада полностью, и бригадир с ними проводит ровно 15 минут. ровно 15 минут проводит митинг. Ну, тогда такого слова не было. Планерка. Просто планерка, рабочая планерка, на которой он еще раз повторяет, что они делают в течение дня. Он доводит до сведения бригады то информацию о том, что было сделано другой бригадой за ночь, потому что там круглосуточно идет строительство в 3 смены. говорит, что сделала предыдущая смена, все расспрашивает, все ли, кто готов, нет ли, и при этом присутствует мастер, мастер строительно-монтажного участка. Мастер, он именно не руководитель проекта, он человек, который поддерживает, поддерживает вот эту систему, он обеспечивает их документацией, он обеспечивает их материалами, предварительно, то есть заказать заранее. Ну, ресурсную составляющую. Да, то есть, все это было, причем, они когда говорили, была доска политинформации, на которой обрывками на уже из использованных там проектной документации, листов, которые уже там не нужны, нарывали кусочки, и если что-то нужно было бы объяснить, бригадир объяснял там типа вот, 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 или вывешивался план этажа, на котором производятся работы, и говорил, вот, вот эта панель придет в такое-то время, эта панель придет в такое-то время, там, вот это есть у нас на складе, то есть, этим мы занимаемся сейчас, это мы подхватываем тогда-то. Все это наглядно вот так вот все показывалось, если нужно, закрашивалось, если не нужно, просто там заштриховывалось карандашом, и все. То есть, а уже в таких, например, глобальных совещаниях, да, там, где уже присутствует начальник потока, начальник управления строительного, бригада именно, она не принимает участие, то есть, это вот именно, вот, я не знаю, скрам вот в голом виде, о котором ты вчера, например, слушал на открытом форуме, да, московское отделение ПМИ. Вот, то есть, это было, это, грубо говоря, есть, и самое интересное, я тебе скажу. скрамы, я помню, то есть, вернее, то, что было по управлению раньше на заводах, оно, в принципе, было, и доски соревнований, и расписание, и наглядное. оно это и было, то есть, просто пришло новое время, назвали другими словами, да, и обросло неким таким, другим культом, вот, все управленческие методики, их можно сравнить с некой религией, что есть идея, эта идея, например, подхватывается, а потом она подхватывается некой инфраструктурой, когда начинают под эту идею обставлять ее некоторыми ритуалами, какими-то побрякушками, и еще, и начинается такая, что главная не идея, не просто вот следование идей, да, а главное вот еще вовремя, там, не знаю, купить каких-нибудь бубенцов, ими там позвенеть, побубнить, там еще что-нибудь, там повесить, там на стену, вот даже вот посмотри, если зайти на какой-нибудь форум, да, где все это обсуждается, иногда там обсуждается, а какие стикеры лучше купить, какого производителя, а какие маркеры, а какую доску можно это, а кнопочками на пробках, или рисовать маркером, да, магнитную доску использовать, или не магнитную, какое влияние окажет это на команду, потом, вчера я слушал, тоже, пока вот мы были на форуме, да, я смотрел, как происходит трансляция в Телеграме, там большой аджайл канал в Телеграме, много участников, и между тем, как выкладывались новости о конференции, народ тоже обсуждал такие насущные проблемы, и парень там спрашивает, а в какой цвет нужно покрасить аджайл комнату? Какого должна цвета, чтобы команда лучше работала? Вот я знаю, что в Яндексе все достаточно разноцветное, такое яркое, у вас есть аджайл комната? У нас нет аджайл комнаты. Вы просто перетягиваете. Ну, тут, как сказать, нет помещения выделенного для аджайла, да, у нас все как бы раскрашивают стены в разные цвета, но никто, по-моему, еще не задавался вопросом, в какой цвет надо покрасить стены, чтобы команда лучше работала, а так, что-то я хочу сегодня оранжевый, ну, окей, будет оранжевый. Вот такие вот мелочи, ну, люди действительно в это начинают верить, и начинается, вот, как вот говорят, что процессы, люди важнее процессов, да, а здесь происходит некое обратное, что атрибутика важнее людей и важнее процессов. Даже сам вот посмотри, вот очень часто, если смотреть на презентации аджайл-коуча, аджайл-тренеров, да, когда смотришь, то большинство информации, она идет англоязычной, большинство терминов англоязычные. То есть люди, даже рассказывая об этом, рассказывая о своей деятельности, они даже не думают, а как это назвать по-русски, а как это вот именно интерпретировать к той деятельности, в которой мы вот живем и существуем. То есть это некто... Нет, ну, смотри, если говорить про медиа, как бы инфобизнесменов, там, наверное, все понятно, там, в общем-то, у людей просто действительно, как сделать правильный обряд, чтобы получить немножко денег с этого. То есть не факт, что у них результат там внедрить аджайл. Ну да, проектный менеджмент так же внедряли. Проектный менеджмент тоже есть категория людей, которые внедряют и ходят на рынки и используют именно вот эти технологии. Вот если вы прочитаете эту книгу, у вас пойдет лучше, а если вы прочитаете эту книгу, у вас это не пойдет. Не, ну, погоди, наверное, для молодых компаний, для молодых команд прочитать книгу это... В строительстве, извините, что перебью, тоже сейчас пошла некая технология, есть некоторые категории тренеров, которые вдруг это... После того, как они провели несколько лет, обучая вот этим западным методикам, да, или там была японская, индийская методология, австралийская методология, они там прошли, обросли там такими вот сертификатами огромными, видят, что уже как-то издыхается, пошла тема, начинают выискивать учебники 50-х, 60-х годов советских, 70-х, 80-х, и выбегают на рынок, и говорят, вот, вот, мы забыли, мы, типа, увлеклись новой религией, но у нас же вот... Скрепы. У нас же скрепы, у нас же есть строительные библии, которые еще, там, на которых еще Сталин, там, не знаю, расписывался, и ведь это же работало, но это действительно работало, но строители прекрасно об этом знают, что это какие-то технологии работают, какие-то технологии сейчас уже умерли с приходом, там, рыночной, да, периода, как бы для них это не новость, да, ну, и чего, но вот эта тренерская сущность, да, они, наверное, все равно двигают и вот пытаются вот такими религией. Давай все-таки уйдем от инфобизнеса, бог с ними, то есть, это все на их несовести, вся эта вещь пусть останется. Все-таки давайте про... вернемся, наверное, к управлению, к нашими проектами, которые ближе к жизни и которые более высокотехнологичны, как я. Вот, в принципе, P&P у вас есть в Яндексе. Да, у нас есть сотрудники с разными сертификатами. Вот они эвангелируют как-то вот свои подходы или все-таки вот как вы договариваетесь, как вы строите проект, то есть, или вот кто что знает, тот и вперед. Ну, у нас нет проектов, которые двигает как бы один менеджер. Ну, то есть, они, наверное, есть, но там и евангелировать не на что. А если идет речь о команде менеджеров, где работать сразу много, то либо евангелист говорит дело, и все постепенно с этим соглашаются, и это, в общем, становится общей задачей, ну, либо евангелисту говорят займись работой. Я, в общем-то, верю в то, что люди у нас, в общем, умные, и заниматься вот какой-то ритуализацией методики ради методики, и говорить, что если у нас доска не фиолетовая, оранжевая, то у нас ничего не получится, а вот вы помните, год назад она была именно там оранжевая, а сейчас мы повесили фиолетовый, и продукт, наконец, полетел. Вот в таких ритуализаторов я не очень верю, потому что, ну, индустрия, она не терпит идиотов, как бы, поэтому, по крайней мере, у нас я с такими и не сталкивалась. То есть у вас все как бы это. А смотрите, насколько у вас ПМ совмещает функции именно реализатора, то есть, как бы, вот, ну, вчера тоже был, на мой взгляд, такая хорошая реплика, то, что у ПМа до 90% времени должно уходить на коммуникации, то есть там внутри команды с потенциальными заказчиками, с потенциальными стейкхолдерами. В принципе, я это могу представить, когда разработка внешняя, когда нет своих специалистов, то и когда внутри команды у тебя там непонятны, там, цели какие, то, наверное, да, то есть это. А вот когда у тебя все под рукой, у тебя там большое количество разработчиков, достаточное количество ресурсов, требуется ли его выделять именно в коммуникаторы, именно ПМа, как руководитель, или все-таки он должен действительно делом заниматься, заодно там и кодик подписывать. Ну, менеджеры, пишущие код, это штука интересная. Я, в общем, сама иногда пишу, когда то, что я пишу, не обречено сломать все остальное. То есть какие-то вещи там, конфиги поправить, что-нибудь запушить такое вот, ну, побочное, то да, мне проще это сделать самой, чем создать задачку, подождать планирование, потом ребята это запланируют, потом они это сделают. Блин, я это могу, давайте я это сама сделаю, мне это получится. Если говорить о коммуникации, я бы сказала, что основная задача менеджера это не коммуникация, а координация коммуникации. То есть я могу лично прийти к каждому из своих разработчиков, с ними о чем-то поговорить, потом прийти к другим, рассказать, о чем я бы говорила в прошлый раз, но если двум моим специалистам нужно пообщаться, я понимаю, что вот этой проектной команде и этой проектной команде нужно пообщаться между собой, будь это договориться о том, как стыковать какие-то куски или о чем угодно. Мне, в общем, надо не в телеграф играть, а сделать так, чтобы они друг с другом поговорили, вот это я называю координацией коммуникации. И вот да, на это уходит, и кажется, должно уходить большое количество времени, потому что мне, как человеку, который держит в голове весь проект и знает, как он должен двигаться, задача как бы синхронизировать всех, она одна из самых важных. И если два человека, каждый в своем углу сидит и думает, ну, надо бы поговорить вот с теми, ну, так и сидит. И второй тоже, ну, наверное, надо с ним поговорить. И так вот они сидят и будут две недели сидеть, потому что, в общем, всегда есть что-нибудь еще. И здесь моя задача их свести, чтобы они на нужную тему поговорили, к нужному выводу пришли и в итоге там это все было в какой-то момент сделано. Понятно. Ну, в принципе, не противоречит. И, в общем-то, все как бы вот, то есть, этому высказыванию все в рамках него все вписывается. А вот, если применительно к строительству, то ему... Ну, здесь то же самое. То есть, две бригады будут между собой разговаривать? Да, они даже у тебя удаленно будут. Километров на сто. Нет, но все равно, тут тоже задача менеджера именно все вот эту координацию общения, координацию донести. Нет, ну, понятно, что в стройке там он сам-то таскать ничего не будет, таких плечей класс не будет. То есть, там более, так скажем, разделение труда такое, более понятно. Здесь же тоже все проблемы в строительстве как раз возникают из-за того, что кто-то что-то не досказал, кто-то о чем-то не высказался и не донес нужную информацию до нужного человека. То есть, там кто-то забыл сказать, что ему нужны завтра, не знаю, два мешка цемента. Кто-то забыл еще что сказать. И вот из таких вот мелочей оно как раз и складывается, вот эти отставания, нарушения сроков и всякое прочее. Ну и вы, кстати, момент про разделение ролей. Будь это бригадир, который кладет кирпич или менеджер, который пишет код, довольно трудно быть отличным специалистом в нескольких узких областях, мало связанных с собой. И если, как бы, я хороший программист, то зачем я трачу время свое и время своей команды на менеджерские какие-то задачи? Лучше остаться хорошим программистом. Лучше остаться хорошим программистом, более того, остаться программистом, который сможет стать лучше, у которого будут ресурсы на то, чтобы становиться более хорошим программистом. Чем пытаться, как бы, и туда, и сюда, и то, и другое, вроде ничего, но делать хорошо и то, и другое, времени уже не хватает. Но ведь модно, ведь хочется. Так а модно или задачу решаем? Ну, задачу-то решаем, понятно, внутри проекта, но вот с точки зрения специалиста, особенно молодого специалиста, хочется быть начальником, хочется вперед, подождите, начальником это другое, как бы, если мы говорим про менеджера, который пишет код, или программиста, который занимается руководством проектами, ну, хочется покодить, мне тоже иногда хочется покодить, у меня для этого есть свои пед-проекты, которые я пишу целиком от начала до конца руками, и, ну, в общем, да, мой программистский энтузиазм, он туда потихонечку хорошо сливается. Нет, я про энтузиазм, скажем, молодого программиста, который наоборот... Поменеджерить? Поменеджерить, да. Вот тут-то что делать? Тут у него есть наставник, который, как бы, говорит, что, типа, давай сначала основную задачу, а потом... Ты таки допиши, а потом посмотрим. давай сначала программировать, а потом менеджерить, если очень хочется. Ну, или в какой-то момент этот человек понимает, что менеджерить ему хочется больше, чем писать код, и, ну, добро пожаловать стажёрам в команду менеджеров. То есть, такое у него возможности есть. Да, но при этом вакансию нормального программиста в команде программистов займёт уже человек, которому интересно программировать. Ну, вот у вас, конечно, всё так очень красиво, хорошо так получается. У нас тоже красиво, хорошо получается, не у всех, но бывает. То есть, тот, кто клал кирпич, пойдёт жреть. Ну, да, да, но бывает такое. Ну, в принципе, если вот посмотреть в строительстве, да, посмотреть историю различных менеджеров, не знаю, даже там за советский период, ну, можно, наверное, посмотреть за российский период. Очень многие управленцы, да, достигшие... Ну, сначала как участка с мастеров, выходили. Да, да, да. То есть, выходили именно сначала с самых низов. А в Яндексе есть те, кто вышел из программистов и сейчас где-то вот прям вот наверху? У нас же есть Кукуц. Вы не знакомы с Кукуцом? Нет, наверное. Рома Иванов, широко известный в узких кругах, мне казалось, его знают практически все. В общем, да, есть такой Рома Иванов, а как у Кукуц, он начинал в Яндексе программистом, сейчас он руководитель продуктовых менеджеров браузера. То есть, прямо вот так вот за длительный период, в общем-то, в одной компании прям так вырос, вырос, вырос. Потому что, тоже мы поднимали тему о том, что жизнь проектного управляться, она на одном месте не всегда длинна. А и не надо, это же скучно. Ну, по большому счету, да, то есть, ковыряться одним и тем же, это я согласен. Не всегда бывает весело. Ну, и да, и нет. Иногда бывает, что в фирме, да, большая фирма... У тебя разнообразие, специфики, то мост построили, то дорогу просто проложили, то еще что-то. В принципе, да. То уехали южный поток прокладывать. Особенно сейчас в новых рыночных отношениях приходится всегда держать нос по ветру, смотреть, где какие контракты, где какие тендеры и смотреть, что из этого ты можешь потянуть. Ну, в общем, у меня как бы по сегодняшней встрече сложилось, что условно Agile Iskra можно, наверное, применять и в других отраслях. Наверное, все-таки это ближе к тому, что все равно это где-то объединено под водопадом. Это, да, это объединено в общих методиках, в общих методиках проектного менеджмента, так же, как проектный менеджмент, он состоит вообще в менеджменте вообще. То есть, в принципе, наверное, имеет на жизнь. Спасибо, Галина, спасибо. Спасибо. Спасибо зрителям. Всем спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!